Пенсионерка погибла в карете скорой помощи накануне вечером в Ангарске на перекрестке Склоткнулись пассажирская иномарка и медицинский автомобиль От удара машину скорой помощи опрокинула на бок Пожилую женщину, находившуюся в салоне после ДТП, обнаружили мертвой Известно, что ее экстренно везли в реанимацию По словам очевидцев, водитель автомобиля Ford Focus не уступил дорогу скорой, которая везла в сангородок пациентку Но показания разнятся Сейчас предстоит выяснить, работала ли у машины медицинской скорой помощи спецсигнал, а также установить причину смерти пенсионерки Виновник ДТП в Иркутске на перекрестке улиц Советской и Ядринцево находился в состоянии сильного алкогольного опьянения Предельно допустимая доза алкоголя была превышена в пять раз Напомним, вчера днем столкнулись три автомобиля Мужчина за рулем Тойоты Краун не уступил дорогу при повороте и врезался сначала в пересекающий движение джип, а потом в универсал Водителей пассажира универсала доставили в больницу У данного водителя имеются признаки алкогольного опьянения, имеется признак запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы Это является основанием для отстранения от управления транспортным средством до устранения причин отстранения Известно, что у мужчины нет водительского удостоверения и документов на машину Он уже попадался инспектором ДПС за вождение в нетрезвом виде Отметим, только с начала этого года более 800 водителей привлечены к ответственности за управление транспортом В состоянии алкогольного опьянения еще 600 отказались проходить медицинское свидетельствование Гонки от патрульной машины по городу устроил житель Черемхова Это кадры самой погони Видно, как водитель Тойоты пытается уйти от сотрудников дорожной полиции через дворы жилых домов, не сбрасывая скорость По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал Когда мужчина понял, что скрыться от инспекторов не получится, бросил свой автомобиль и попытался убежать Его тут же настигли Стало известно, что за рулем авто находился 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения Вдобавок выяснилось, что мужчина уже лишен водительского удостоверения на полтора года за аналогичный проступок Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителя уже к уголовной ответственности Пришел в магазин и хотел выколоть глаза продавцу Это видео с камер наблюдения одной из торговых точек города Усть-Кута На кадрах видно, как мужчина напал на девушку и угрожал ей предметом, похожим на шило В комментариях к видео пользователи пишут, что нападавший уголовник Сейчас в полиции устанавливают личность хулигана и все обстоятельства происшествия В том числе, что стало причиной такого поведения На школьных выпускных могут пропасть воздушные шарики О традиции, которые наносят вред окружающей среде Заговорили на уровне регионального министерства Запускать шары в небо на школьных выпускных и других мероприятиях опасно для экологии Будут ли шарики, узнавала наша съемочная группа Шарики воздушные, ветерку послушные Улетают шарики в сказочную даль Шарики воздушные, словно птицы кружатся Расставаться шарики, с вами очень жаль Как страшно выглядят кадры погибших птиц на фоне столь безобидной детской песенки А ведь именно эти красивые праздничные, улетающие в яркое синее небо шарики, приводят к мучительным смертям Мы порадовались пару минут этим шарикам, как они улетают высоко в небо А что с ними потом происходит? То есть их ветром может унести очень далеко, почти до 100 километров В них могут запутаться птицы, они же привлекают внимание погибнуть от этих шариков Некоторые принимают их за пищу, сглатывают Если сглотнут, то тоже умрут от того, что останется в желудке Спасти животных и отменить запуск гелевых шаров на мероприятиях области С такой просьбой обратился к властям студент из Приангария Он написал несколько писем руководителям министерств и в администрацию Все свое свободное время Евгений Бекмулов посвящает общественной деятельности И здесь не остался равнодушным Я решил попробовать повлиять на эту ситуацию и написал письма в несколько учреждений В письмах я привел аргументы против запуска шариков Такие как вред животным, угроза электроснабжению самолетом, отравление воды разлагающимся пластиком Вред, который наносят окружающей среде гелевые шары, намного превосходит двухминутную радость их полета, считает Евгений С ним согласились специалисты регионального министерства образования После обращения молодого человека они направили рекомендательные письма всем школам области С просьбой отказаться от традиций запуска шаров на выпускных и других школьных мероприятиях Кроме того, в пресс-службе министерства сообщили, что возможно запуск гелевых шаров отменят на губернаторском балле выпускников Екатерина Нерушкина и Павел Рютин, новости сейчас Лечить дороги красиво, а такое хобби придумал себе керамист из Иркутска Своими руками он создает заплатки для тротуаров, тем самым украшая родной город Увлечение настолько понравилось горожанам, что они придумали местный флешмоб Обо всем подробнее расскажет Ирина Томчик Путь к керамике у 23-летнего Ивана Кравченко был тернистый А теперь это не только заработок, но и основной смысл жизни Везде, где он бывает, старается оставить свой керамический след Все достаточно просто, беру лист, обвожу это отверстие И, собственно, на этой же уже обведенной поверхности я уже рисую эскиз Переношу его на глину, дальше работаю уже с глиной, она сушится То есть, в принципе, я вот эти вот заплатки, которые последние установил, я их еще в феврале сделал То есть, достаточно давно, и вот когда теплые деньки настали, я их поставил Идея украшать родной город появилась случайно во время прогулок по Иркутску Делал это исключительно для своего эстетического удовольствия, не ожидая общественной реакции Но равнодушных к творчеству Ивана не оказалось Любуются креативные идеи не только люди Когда люди начали находить эти заплатки, начали отмечать все это дело в Инстаграме И у них появилась такая, независимо от меня, традиция искать все заплатки Ну и вот это превратилось в какой-то квест по поиску каждой новой заплатки Теперь в планах у Ивана новый проект для творческих людей В июне он организовывает арт-резиденцию на Байкале В которой будут проходить мастер-классы по керамике, кузнечному делу и резьбе по дереву Присоединиться к миру искусства может любой желающий Ирина Томчик, Александр Барановский, новости сейчас С днем победы и днем рождения поздравил губернатор Сергей Левченко, ветерана Великой Отечественной войны 5 мая Ираиде Березняк исполнилось 95 лет Повестку на фронт она получила совсем девчонкой, в 41-м ей было 17 лет В звании младшего сержанта ее отправили на войну Ираида Ильинична воевала на 1-м украинском, 2-м, 3-м белорусских фронтах Принимала участие в освобождении польских городов Коваль, Сарны, Мазовецкий, Люблин, а также украинского Львова Очень даже страшно на Украине было Когда в Польшу вошли, мы были голодные, они знали Врач сказала, берите на язык соль и вы не будете кушать, только пить будете Мы стали опухать А вот Польша нам много помогла Они ведрами нам Супы носили, каши Трое суток мы выздоровели, ожили вроде Но когда к немцам подходили, нам сказали Ни в одну квартиру не входите Все будет отравлено В конце Великой Отечественной войны Ираиду Ильиничну отправили на Восточный фронт Там она участвовала в разгроме Квантунской армии освобождения Харбина Прошла Северную Корею, Японию Оттуда в октябре 1945 года ее мобилизовали Ираида Березняк награждена Орденом Отечественной войны второй степени Медалями за боевые заслуги, за освобождение Польши, за победу над Японией После войны многие годы она работала библиотекарем Сначала в школе, потом в воинской части Была председателем Совета ветеранов станции Батарейная в Иркутске Активную жизнь Ираида Ильинична ведет и сейчас Встречается со школьниками, студентами, рассказывает им о войне И ежедневно делает зарядку С 1 сентября в детских садах Иркутской области В 12-часовых группах будут работать по два воспитателя Об этом рассказал и министр образования региона Валентина Перегудова На встрече с членом Обсероссийского профсоюза образования Натальей Агафоновой На эти цели из областного бюджета выделено более 300 миллионов рублей По существующим нормам в детсадовской группе может работать лишь один воспитатель Сейчас губернаторам принято решение уже окончательно Уже в программе эти деньги стоят, что с 1 сентября 2019 года на 12-часовую группу возвращаются две ставки воспитателя За длинными майскими выходными наступит лето, пора отпусков Куда поедут отдыхать горожане и какие модные тенденции стали появляться у иркутян в мире туризма Знает Ирина Томчик Хочется приблизить лето, так подумала Яна Нечкина и, посоветовавшись с мужем, приняла решение съездить отдохнуть в Турцию Море, солнце, фрукты и знаменитая на весь мир «Все включено» ждут их семью уже в эту пятницу Так как я лечу на отдых с мужем и ребенком, хочется, чтобы все было комфортно Насколько я знаю, в турецких отелях работает система «Все включено» То есть стоимость путевки включено и питание, и проживание, а также развлечения Работают аниматорами с детьми, хочется, чтобы и с ними занимались, и чтобы нам, взрослым, было чем заняться Поэтому решили выбрать для своего отпуска Турцию Турция, Таиланд, Вьетнам и юг Китая – самые популярные заграничные направления у иркутян Удобно, перелет без пересадок Цена на отдых примерно одинаковая – от 27 тысяч на человека и выше Но руководители турагентств отмечают новую тенденцию у иркутян – круизные лайнеры Правда, они только с пересадкой в Москве Перелет из Москвы в какую-то страну и далее уже по странам Европы Например, один из самых популярных круизов – это круиз Средиземноморья Который включает в себя Италию, Испанию и Францию Цена круизных туров примерно 60 тысяч на неделю Но есть и трехмесячные путешествия Они, конечно, значительно дороже, но зато позволяют увидеть весь мир за один раз Где планируют отдыхать этим летом иркутяне – с таким вопросом и вышли на улицы города В Турцию собираемся Можно и на Байкал еще съездить на недельки-две Обязательно, чтобы ребенок отдохнул из школы Тяжелый год был, четвертый класс выпускной, экзамены, надо отдыхать Каждый год езжу на Малое море, мне там очень нравится Там обслуживают как-то Ну, все устраивает, в принципе У меня вот дочь в Турцию слетала, потом мы ездили на Малое море Она сказала, что я сюда раньше не ездил Байкал А куда? Тальхон Все Приморский край Почему? Там родители живут, а море рядом Живем на берегу моря На даче? В Байкал? Нет В Европу короткая поездка, а в остальном на Байкале А в Европе куда? Финляндия и Франция На Байкале где? Больше всего люблю Альхон Ирина Томчик, Евгений Шарыпов, новости сейчас В интернете развернулся песенный батл на тему погашения долгов В ответ на клип иркутских приставов, которые призвали жителей оплачивать долги Неплательщики сняли свое видео в таком же стиле В нем объяснили, почему заплатить за должность непросто И пожаловались на коррупцию и плохие дороги Напомним, клип на песню «Плакала», который приставы записали совместно с телекомпанией АИС За несколько дней стал хитом в соцсетях Набрав сотни тысяч просмотров О нем рассказали десятки СМИ Таким необычным способом сотрудницы федеральной службы Решили напомнить о необходимости Выплатить долги по штрафам и алиментам И о запрете на выезд за границу И к этому часу у меня все новости Обо всем подробнее смотрите в вечерних выпусках Всего вам доброго и хорошего дня Редактор субтитров А.Семкин